Ну что же, еще раз добрый вечер и продолжаем, продолжаем мы наблюдать за матчами турнира Farm for Fame 3.1. Очередная игра первого раунда и игра довольно интересная. Игра в принципе соперников, которые... Так. Ребят, напишите мне, пожалуйста, в Мирке на 172 канале High Quality такое же, как и было, ничего не менялось. Да, все нормально, я вижу уже сам. Итак, баны быстро, команда Shift, Priest, Visage, Batrider, Doom, Spectra, баны команды Failmicro, Shaker, Pug9, Walker, Witch Doctor и THD. И Piki, Morph, CM, Clockwerk, Patma и в ответ Failmicro берут у нас Windrunner, Wingullich, Balanara. Ух, это уже интересно. И сейчас ждем два последних пика. Да, я знаю, что у вас лагает на 172 стриме, на третьем трансляторе. Там, конечно, просто стоит 2500, потому что я пишу вводы. Вы смотрите трансляцию на 173. Некролит и Тайтхантер, два последних пика. Ну что, очень быстро я вам сейчас скажу по сетке, кто на кого попадает. Это пара под номером 5, Failmicro и Shift. Победитель этой пары попадает на победителя пары Meet Your Maker Soul Gaming. Игры, которую мы посмотрим также сегодня чуть-чуть попозже. Так, ну что, ставим мы скорость Х1 и давайте разберемся по героям. Итак, любимый игрок многих Бабарр из Ливана играет на Венге. Видите, Тони играет на Некролите. Снуб играет на Личе, Мессив играет на Баланаре и Сваш играет на Виндранрике. У Shift-Off Сундерен, Сундерен Тайтхантер. Сундерен, всеми любимый Сундерен. Raid by Angel, ну или Ангел, играет на Морфе, на ком же еще. Блазич играет на ЦМ-очке. Соло-мид у нас будет Мигель на Клакверке и в сложную соло пошел Риз на Патме. В принципе, по лайну вы видите, что будет трипла с Морфом очень-очень-таки неплохая ЦМ-Тайтхантер-Морф. У оппонентов против них будет стоять Соло-Виндранр, которая, в принципе, стоять-то будет, но... Но как бы, ну, экспу получать будет, бить его будет тоже тяжело. А вот трипла, команды FM, Винга, Некролит и Лич, по сути, Патме не сделать не может вообще ничего. Сколько мне кается, то есть, Патму они не убьют ни в коем случае. Ну и в Миде, в Миде вот Баланар против Клакверка, это уже вообще сверхинтересно. Вот не понимаю, почему не поставить сюда Баланара, а Некролита в Мид? Вот почему? Какое-то интересное принятое решение. Некролит, в принципе, должен был бы с Клакверком в Миде справиться, но Баланару будет, конечно, тяжелее намного. И Клакверк будет фармить, и, ну, непонятно, какое-то чуть-чуть решение. Да, видите, Риз уходит уже отсюда с этой триплы. Это что, идет сваплайнс? Да, идет сваплайнс моментальный от команды Шир. Видите, Риз уже полетел вниз, сейчас он пройдет по вардом, поймут это FM и тоже, может быть, будут свапаться. Здесь, вы видите, ЦМ-ка перестреливается с этой виндранеркой. Ну и тем временем Энджел, Энджел тем временем фармит. А что же ему еще делать? Смотрим на Сундерена, который тут в Мид пришел помогать своему Клакверку. 3-1 у Мигеля, 2-0 пока у Масева. Вот 3-0 у него стало уже. В принципе, тут такой ровный лайн. Я не понимаю, правда, расстановки, как я уже сказал, команды Фейл Микро. Можно было абсолютно по-другому как бы это все расставить. Но, видимо, это только лично мое мнение. Они сделали по-своему. Смотрите, ЦМ-ка с ВР-очкой как тут сражается просто, отгоняет ее от XP подальше. Ну и правильно, зачем тебе это XP? Здесь морф тем временем уже третий левел. Версия, напомню, 6.69C. Стейбл-версия официальная. Поэтому морф еще старый. Морф еще старый, не такой, как 71-й бэк, где ему, вы знаете, фиксанули второй скилл. Где ему фиксанули немножечко Eternal Blade, который стал похуже. Поэтому сейчас не такой вот слишком сильный, как был 69C. Продолжаем наблюдать. Уже пошла у нас третья минута игры. 9-1 в миде у Мигеля, 8-0 у Мессева. Тут будет ровная битва. А тут, вы смотрите, врывается на ВР-ку и первый минус. Вот так вот Энджел делает минус. Убивает Суша. Сундарян вышел в спину. Тайтхунтером дал сразу по голове якорям. Минус ВР-очка. И будет подпушен даже немножечко Тауэр. Базила есть здесь у Энджела. Он ее пока на крипов не включает. Значит, пушить не хотят. Значит, хотят фармить. Тоже правильное решение. Где Патма вообще находится в свою игру? Патма вообще непонятно, где бегает. Непонятно, что делает. То есть она ходила в мид, пыталась давать, наверное, какую-то стрелу. Вы смотрите, прилетает ракета. Это еще массиво, но он выживает. И вот сейчас только сюда возвращается Риза. Он понимает смысла. Ему, в принципе, с этой триплой тусоваться нет абсолютно никакого. Потому что он тут не сделает ничего. Но получать экспу в принципе можно было. Но, наверное, на первом левле нету Липа. И это плохо. Вот вы видите, Лич его загоняет за второй Тауэр. Да, Липа у него нет. У него, я так понимаю, раз он бегал, есть стрела. Поэтому подходить сюда довольно опасно. 14-4 у Некролит, 1-0 у Венги, 0-0 пока у Снупа. И тут внизу, смотрите, Некролит. Ой, Баланар берет ДД, прочекал это Мигель. Но драться не решил, потому что здесь еще была ВРочка. Ну, посмотрим на Крипстат Энджела. 12 на 7. В принципе, не так уж сильно и хорошо. 14 на 4 у Тони. Первый Тауэр забрала уже командов ФМ. И, в принципе, 1-0 они летят. Пока все ровно. Ну, не знаю, не знаю, как у них получится. По-моему, все-таки фейл, чтобы Атма не осталась на линии. Не пыталась хоть как-нибудь отбиваться. Нужно ей взять сейчас второй левел, чтобы начинать брать дальше Икспу уже с Липом. Чтобы можно было уйти. Ну, вот ей нужно дождаться, пока подойдут, конечно, к своему... Пока подойдут к их нему второму Тауэру ребята из команды ФМ. Здесь есть Базила. Базила уже включена на Крипов. Вы смотрите, две пачки Крипов и одна Повозочка. Один Мид Веган и опасно. Вот вы видите, вы видите, налетают здесь на Патму. И пошел, пошел, здесь же тает. Бьют Патму. Винга не достает. Станом не достает. Все нормально. Здесь Тауэр пушится. Хорошо, все делают, как фейл микро. Очень все хорошо делают. Только Некролиту здесь можно было дать Койлы, чтобы поубивать этих всех крипов побыстрее. И Патма... Ой-ой-ой, сейчас Койл прилетит. Подставился Риза и тут же минус. Ух ты. Вот так вот подставился без Липа. Первый раз. Сразу моментальный минус. Один-один минус второй Тауэр. Не помог тут никак. Абсолютно Сундерен. Он тоже боится пока подойти. Прилетает сюда ракета. Разбивает Крипов по чуть-чуть. Винга в танковой Тауэр. Ой-ой-ой, куда она спряталась? Я отсюда буду теперь тяжело уйти, если кто-то прилетит. Выходит Винга. Выходит Винга. Получает еще две тычки. Вы смотрите, здесь Некролит просто умер. И Ару... Ару не долетает буквально чуть-чуть. От Риза. 2-1. Как же отдался Некролит под тупорылом. У просто Тауэр остался. Не Деная был. Да, интересно, интересно. Мигель. Мигель. 19 на 3. В миде 25. У нас у Месси. Во все нормально. Смотрим на Энжело. 24 на 9. 1 килл у него есть. По деньгам у Энжело на данный момент 1600 голды. Это очень много Некролит. Там, в принципе, тоже фармил, забрал Тауэр. Но он отдался второму Тауэру. Это вообще полный идиотизм. Смотрите, и на Лича тут побежал Сундерен. Иди сюда, говорит. Кстати, один из моих любимых комментаторов Доты. Когда он комментирует, это просто что-то с чем-то. Тут Некролит. Вы смотрите. Стан прилетает в спину. Здесь стоит Хантеру. Минус стоит. Забирает Тони килл. Ракета не в тему. И Риза, видите, с липом на этот раз чувствует себя увереннее. Спокойно уходит. Мигель. Мигель что-то себе принес. Принес. Нет, сапог не принес. Себя вот сейчас принесет себе сапог. Есть у него уже тапок. Баланар, мы видим, 25 на 5. Тапок банка, 4 ветки. Мигель, 3 ветки, тапок банка. И Стаут Шилд тоже 6-й левел, поэтому более-менее получше. Здесь встреча на Эльбе. Опять вы видите. ЦМка эта гоняет. Эту виндранерку просто. Левел 4 ЦМка против левел 2 виндранер. И за Тавер. За Тавер. Иди, родная, подальше. Не мешай Мигелю формить. Видите, у Мигеля все просто прелестно. 30 на 13. У него Крипстат. Все получается не у Мигеля, а у Энджела. Прошу прощения. Все очень-очень хорошо. Работает он, так сказать, на умору. Будет формить столько, сколько нужно, чтобы потом выйти. Просто разломать кабины сопернику. Ну а здесь, видите, вот эта многострадальная Патман. Которая уже, кстати, наформила себе на тапок. С Некролитом, с Сундереном. Пытается все-таки отстоять этот Тавер. Да, Патман получает экспушис. Получит третий левел. Вот, видите, 4 крипа уже убила. Еще и подденает чуть-чуть. Ну, более-менее Некролит. Пятый уже с просто армором первого левела бегает на себе навешанном. Лич по-прежнему четвертый левел. И Сундерен. Сундерен по ворду. Видит его здесь венга. Патман тоже здесь. Будут ли гнать ее? Нет, не будут. Не будут. Два в три никак не подерешься. Клакверк возвращается в мид. Лич, вы видите, новый третий левел. Уже нового у него. И тут, что принес? Это ПТшечка уже. Да, ПТшечка у Баланара. Юзает реген. Юзает реген. И побежал. Побежал ночь. Ночь штучная. Ну, дал просто один войд на Мигеля. Мигель особо не расстроился по этому поводу. Ну, вообще, шифты играют абсолютно не агрессивно. У Энджело тем временем 2 600. Вот, купит он себе ПТ, я так понимаю, сейчас. Да, покупает себе ПТ. Есть у него готовые, но еще и 1000 у него осталось. И смотрите, Баланар врывается на Мигеля. Будет ли сейв сейчас на мид? Баланар начинает его бить. Здесь Тайтхантер. Хорошо. Вовремя подошел. Сундерен не дал, не дал забрать своего дружка. 2-2. Счет матча по-прежнему остался. Восьмая минута игры у нас идет. Смотрим, что тут внизу. Некролит, Винга и Лич заберут все-таки этот Тауэр. Здесь одна Патма. Вот Патма, вы видите, пытается динаить. Ну, конечно, задинаешь. И вы смотрите. А ты видел стан. Два Таура забрали ФМ. В ответочку им ничего пока не забрали ребята из команды Шифт. Но у них очень плотный Морф. Что не говорите? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Если Виндранер, то начнет драться. Вот он Морф. На, иди сюда. И первый, и второй килл. Ай, мисс прошел. Но ЦМка забирает. Мисс прошел от Энджела. Очень расстроен. И вот с этими двумя пачками Крипови, с одним Глейф Тровером нужно забирать сейчас Тауэр. Есть Базила. Нужно его, да, включена она на Нормал. Да, включает ее. Только что включил ее на Нормал Энджел. Нужно забирать этот Тауэр. Просто не думает. Тайтхантер с ДД. Все супер. 3-2 в пользу команды Шифт. 1-0 Энджел. 49 на 18 Крипстат. Нужно ему еще оставить Тауэр. У него будет, у него сейчас 1500 ПТ будет еще больше. Юзайд Глиф. Неужели будет пытаться сейвить? А, они в ответочку забирают по миду. По миду Тауэр. Здесь один Мигель. Мигель, в принципе, ракетами это все дело разогнал. У Энджела стало уже 1900 голды. Он просто машина для фарма фармит, как всегда. Глиф, вы видите, юзается на первый Тауэр по миду. Ну и Риза. Риза, кстати, взял уже 5-й левел. Есть у него в Рейсбэнд. Есть Сапог. То есть там, ну, более-менее уже 14-2 Крипстат. Как бы, да, его там поначалу загнобили. Загнали там непонятно куда, чуть ли не на базу. Но все более-менее здесь смотрите, как Энджел далеко-то полетел. Ничего не боится уже Энджел. 2000 голды у него. Есть ПТ, есть базил 3 ветки. Купят, я так понимаю, сейчас ультимейтор. На эти денежки не будет там делать какие-то там непонятные итем билды. Думаю, будет спокойный монтостайл. Тем более, когда дают тебе фармить, почему бы и нет. Ой-ой-ой. Мигель так уверенно бегал, получил Войт один от пробегающего мимо Мессива. Но ничего не сделал, не решился там на супердраку. Ну и продолжим наблюдать за этой игрой. Итак, Энджел. 57 на 19. Крипстат 1-0 пока. Все нормально. Тайтхантер тут вместе с ним. Сундерен бегает. Не дает кому-либо вообще сюда дорваться. И в инвизе Баланар и прилетает в эту же секунду. Баланар в банку взял инвиз. Прячется. Ну тут слепую, конечно, не убьешь. Но почти, почти, вы видите, буквально секундой бы раньше прилетел как вверх. Было бы все супер. Здесь Некролит 50 на 11. Ночь включает Баланар и побежал на базу. Быстрее регениться. И чтобы вернуться в драку. Как-то может еще попытаться там без ТП куда-то по фасту прилететь. Смотрим дальше на Энджела, которая тут продолжает свою битву против Крипов. Опять у него 2 600. Да, фармит он, конечно, как будто. Это игра 3 на 3. Ему никто не мешает. А вот здесь, вы смотрите, втроем нападают. Ой, 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 ой. Энджел отдался, конечно, но забрал. Забрал Суша. Не знал он, что тут сразу 3 героя. Лич ультанул. Но тут убьют еще Сундерена. Да, Сундерен никак не уйдет. Ночь Баланар его догоняет. 6-го левела нету. 2 крипа осталось за 6-го левела. Забирает Месси в его. Спокойно войдом своим. А тут Некролит. Ой, ой, ой. Встрял. Закрывает сам себя. В принципе, в угол Мигель забирает этот килл. 5-4 в пользу команды Shift. По двум лайнам. Веселые битвы. Да, все-таки разменяли Энджела. Убил его, но... Бывает. Вы видите, так интересно здесь стоял Энджел. Формил, формил. Он не имел ни малейшего понятия, что здесь, конечно, 3 героя уже ждут. Он понял, что с рассказа убивает сейчас Виндранерку. Полетел, убил. Но тут же... Беда. Беда, беда. И убили его. 12 минут уже за нами. 5-4 в пользу команды Shift. Датчане играют очень уверенно. Чувствуют себя великолепно. Как бы у них хорошо стоит Мигель. У них более-менее здесь Патма уже взяла 8-й левел. То есть все хорошо. У той же Виндранерки еще 6-й. Ну, так что, я думаю, все у них должно идти по плану. Ну, конечно, 6-й взял Сундерен. Вы смотрите, сюда кто-то делает. ТП врывается. Сундерен дает гуш, ультует. Сразу с ульта забирают одного. Здесь Баланар. Ночь на дворе. Он пытается убежать. Ловит эту ЦМку. Да, ЦМочку он убивает. Убивает ее. Лич. Новый Баланар. Ой, закрыли Сундерена. Избивает его. И тут влетел Энджел. Минус 1. Некролит. Прибежал тоже очень вовремя. Тут Энджел и Мигель. Лоу ХП. Лич. Лич умирает. Мигель его убил. Размен получается 3-2. Мигель закрывает еще Баланар. Начинает его бить. Но здесь с Некролитом никак. Киллинг спри у Мессива. Размен 3-3. Счет по-прежнему 8-7. В пользу... То есть разрыв по-прежнему в один фраг. Преимущество команды Shift. Энджел не умирал. Энджел сделал килл. Купил уже себе Ultimate Orb. Есть у него 300 голды сверх этого. Ну если бы не умирал. Было бы конечно все попроще. Но... Вот такие дела. Да. Вот видите. Более-менее навязывают драки Shift. Но команда... Команда Memento. Или Fail Micro. Как их по-разному называют. Хорошо сыграли. Хорошо эту драку провели. Все нормально. 14-ая минута игры. 8-7 в пользу датчан из команды Shift. Еще раз напомню. Farm for fame 3-1. Первый раунд. Round of 16. Как и любят говорить в Европе. И не только мы. Это называем 1-8 финала. Чтобы было проще. Shift Blast. 6-ой левел. У нас CM. Tight Hunter. Очень хорошо ультанул. С ульты забрал. 2-3. 2-3. Сундерена и полетел. Гуш в лицо. Некролит. Вот тут вы смотрите. Лич говорит. Не-не-не-не. Никуда вы не пойдете. Просто вот так вот видите. Друг друга застреливают с хайграунда. А наверху битва. Вот так вот. 2 терпилы встретились. 2 типа, которые стояли против триплы на сложных лайнах. Ну и под манер-то сказалось намного сильнее. Потому что попала стрелой. И убивает ризы своего оппонента. 9-7 становится счет. Клокверк. Мигель находит реген на нижней руне. Полетела ракета в миду. Так вот расхарасит. Сюда вот видите. Гуш ракета. И вот у Некролита уже 740 хп. Уже нужно юзать хил. Даже на нем не считая, что висит Фрастармор всего пока первого уровня. Не так все просто. Энджел внизу. Энджел внизу. Здесь Баланар. Бояться Баланара ему в принципе днем нет никакого смысла. Сейчас только утро. 9.40 по внутриигрового времени. Поэтому следующая ночь будет очень нескоро. Ну у Баланара конечно имеется... Баланара конечно имеется... Ой, драка, 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 драка. Ой, Тайд, какой ульт. Ульт по четверим. Некролица Мка. Убивает одного здесь ульт. Лича полетел. И врывается тут еще Мигель на Лича. Виндранер простреливает Мигеля. Умирает. Умирает еще Лич. 2 в 0. Размен. Хороший был ульт от Тайда. И он к тому же еще умудрился выжить. Так вот у Баланара конечно есть штучная ночь, которая недавно откулдаунилась. Я продолжу о том, чем я говорил внизу. Но вряд ли он за штучную ночь. Даже с Сайленсом убьет Морфан. Почему-то мне так кажется. Все же Морф очень неплох. ПТ. Ультимейт торп. Все нормально. И вы видите. Хорошо. Опять сыграл в миде Сундерен. Шифты играют очень собрано. 11 на 7. Миних счет. Ну все-таки что ни говорите. Команда по игрокам, по именам неплохая. Тот же Ангел и Мигель не один год уже играют вместе. Сундерен тоже очень приятный паренек. Который на СВЦ в принципе не играл. С Ангелем и Мигелем он играл в другой команде. Ангел и Мигель на СВЦ не играли. Они нам просто тусовались так сказать. Так вот. Смотрим далее за происходящим. 11-7 счет в этом матче. 16 минута. Ой-ой-ой-ой-ой. Тони ловит просто 5 секунд. Ну и здесь подходит Клокверк. Прыгает Патма. Тони пытается еще что-то сделать. Юзает Стик. Хилл. Ну еще и с ульта прилетает Мигель. Ой-ой-ой. Еще Мека. Выживет же. Выживает. Не кролит. Нет. Не выживает. ЦМ-ка в спину. Залетает. Лич тоже умрет. Нет. Лич еще повешал на Сиап Фрост Армор. За счет этого выжил. Вот у Балтыча сейчас будут проблемы. Нет. Мигель на развороте. Мигель на развороте. Цепляет Баланара. Сам уходит. ЦМ-ка лоу-хп. Не дают Баланару никуда побежать. Он включает ночь. Ловит стрелу. И тут же Риза его догоняет. Два удара. Осталось. Один удар гушом. Сундерен накрывает. 13-7 якорем по голове. Иди сюда, товарищ Баланар. 13-7. Хорошо. Как подрались шифты. Собрано. Сейв. Сейвят друг друга. Играют до конца. Отступает. Ой-ой-ой. Подруга. Ты встряни сейчас. Не было б кулдауна. Просто рассказ-то умирает. Вот эта Виндранерка. И вот Винга. Перебежала сюда. Понимаю. Если есть здесь Винга. Значит сейчас будет еще кто-то один. И будет попытка убить Энджела в очередной раз. Вот. Разминулись. Разминулись. Винга сейчас смартфон. Никто никого не зацепил. Никто никого не убьет. Все спокойно. Некролит. Видите. Живучий довольно Некролит. Долго он жил. Так что у нас у Энджела. Энджел решился делать Линген Сферу. Купил он уже себе кольцо. По деньгам у него 1200. Ну то есть рецепт на Линку уже почти есть. Остается только на Вайстанку купить. То есть всего 900 голды будет у него Линка. Линка в принципе непонятно. Ну чтобы не было свапов, станов. Риппи и Некролита. Ну довольно адекватный выбор. Все может быть. Да. Я тоже думал, что лучше брать Монту. Но все-таки решается. Энджел сыграть. А то часы его свапают в СМ. Вот тут же она конечно умирает. Нет. Вы смотрите. Стикнет все-таки умирает. Конечно. Никуда не уйдешь. Осталась она здесь сама. Восьмой килл зарабатывает команда Фейл Микро. И вот видите в четвером. В четвером они в миде. Попытаются ли они забрать этот Тауэр. Непонятно. Посмотрим, что пока делает Баланар. Баланар пытается фармить дальше. У него есть Вангвард. У него есть ПТ. В принципе. Не знаю. Не реализовывает пока преимущество Баланара. Абсолютно никак. Вот нужно отпушить этот Лайн. Наверху у нас видите отпушивает Лайн Риза. Который уже взял 12 Лайв. Который уже ПТ. 2 в Райсбенда и Поньк Бусер. Плохое начало игры. Но сейчас все налаживается. Вот пришел к нему сюда Некролит. И получает тут же Ару. 3 тысячечки. Ну и отойдет. Это дает Риза. Конечно не будет он тут особо стараться убить этого Некролита. Понимает он, что там Меха. Ну это вы видите. Как похарасил его так плотно. На 2 хила пришлось тратить Некролиту. Ой-ой-ой. Смотрите. Если сейчас будет еще один хил. То потом Рипера можно накрыть. Но Риза это понимает. Поэтому отходит. 13 на 8. Смотрим мид. В миде Мигель. Мигель не хватает. Мигелю меньше 2 тысяч. Да. 1500 не хватает. Да. Ой-ой-ой. Тут Энджел как разводит. На репликейт улетает. Тут летит ему Войтстоун. Так вот не хватает до Аганима чуть-чуть Мигелю. Энджела тут пытались вдвоем, втроем. То есть убить. Но он очень хорошо прыгает на свой репликейт. И не дает себя забрать. Ракеты. Ракеты летят в сушу. Очень осторожно играет. Шифты датчане боятся. Они залетать там в тупую. Какие-то делать улыновые прыжки. Там куда-то на тавры. Что-то типа того. Ребят, еще раз повторяю. Вы можете смотреть спокойно на 172. Там идет тоже трансляция. Ну на 173 для нищеброда, так сказать. Я сделал low quality стрип. Так что это как кому нравится. Если у вас сильно лагает high quality, смотрите, пожалуйста, low quality. Я ничего против не имею, конечно. 13 на 8 по-прежнему счет. Видите, 20 минут игры уже у нас прошло. Шифты играет против команды fail micro. Игра дается им, в принципе, очень даже непросто. Ой, некролит с клокверком. Некролит забирает первый. К клокверку нужно бежать. Ульт прилетает. И Мигеля тут избивает. Стрела прилетела. Все-таки не попала в балонара. Вон выбегает. Он отсюда этот балонар. Хорошо поймали Мигеля. Вовремя некролит не пожалел. Риппер остановил его. Тут же void. И минус. Ой, цемка пришла дальше. High quality 2000 килобит. У меня сейчас идет стрим. И ульт хороший, а Вингу не зацепил. ЦМ-ка, Новый год. Тут пошел свап кого-то забирает Сундерена. Заберут еще и ЦМ-ку с вуши. Смотрите, Винга. Ой, не Винга, а Патма. Патма прыгает и застряет. Застряет, дает инвиз, ее прошивают. 3 в 0. Вот так вот fail micro. Тишина, тишина и на тебе. Сразу моментальная атака. Делают минус 3. Хороши, очень хороши. Ливанцы. 13-11. Минус стар. Можно попытаться сделать минус второй. Мекки нету. Не, есть мека у Некролита. Есть фрост армор уже какого уровня? Третьего. Девятый левел ВР-ка. Бабар пока левела слабого. Но ничего страшного. Вы смотрите, шифты-то. Думали, что все просто. Ой-ой-ой, на лича, как вошел Мигель. Просто на джейдонг стиле, на отходах. Минус лич. Минус лич. И тут еще будут цеплять балонара, что ли? Ночь на дворе. Не так-то уж легко. Связывает ВР-ка двоих. Хорошо. Ангел тут ищет, кого бы убить. Влетает. Влетает. Но слишком далеко. По Тауэр не решился. Сделали только минус лич. 14-11. Счет по-прежнему. Ну, напомню вам, что сегодня вечером будут трансляции матчей команды DTS. Играть они будут против Global Challengers. Матч команды TR против МГ. Я вообще не знаю, будет ли он. Потому что заявление вчерашнего Хиксора о том, что распадается МГ пока неофициальное. Но я не знаю, если он будет, то возможно. Я ворвусь на стрим. Возможно, нет. Не знаю. Пока мы комментируем вчерашние матчи. Записываем вводы по вчерашним матчам. Как я вам вчера и обещал Farm for Fame. Здесь, видите, не кролит. Ой, Тайдхантер свои иллюзии ходит. Так издалека развлекает. Ой-ой-ой. Врыв на Мигеле. Нет-нет-нет-нет. Не дали Баланару. Ракета влетает туда же от Клакверка. Тут иллюзия Тайдхантера танковала довольно долго этих крипов. Тайдхантер, да, уже очень плотный. Видите, 1300 хп. 6 армора. Бивать его тяжело. Неужели? Сейчас будет битва в лесах. Да, сейчас будет битва в лесах. И будет, причем, битва очень веселая в лесах. Видите, с худом у нас не кролит. Будет пайп. Я думаю, вы понимаете. Баланар все-таки будет делать БКБ. И ловит Лича. Ловит Лича ЦМ. А будет ли колба? Да, колба прилетела. Врывается сюда. Мигель. Свап Лича. Ультует. Хорошо. У нас Сундерен. Минус 1. Минус 2. Моментально. Моментально шифты делают минус 2. Сундерена нужно сейвить. Сундерена нужно сейвить. Прошивает его вверх. И не попадает. Здесь возвращается Энджел. Говорит, нет, ребята. Так, дело не пойдет. 16 на 11 счет в этой игре. Еще раз вам показан. Напомню, что если вы хотите... Ой-ой-ой-ой-ой. Он не кролит. Умрет же. Умрет. Умирает Некролит. Тарим с пылом его забирает Энджел. Минус 3 получается. Если вы хотите посмотреть все воды, которые я записываю, их можно найти на Ютубе. Ссылки я, конечно, буду выкладывать на продукт. Буквально на днях появится еще один довольно интересный сайт. Скоро будет анонс. Где вы можете это сможете все абсолютно вводы, записанные мною и не только мною посмотреть. Интересная такая стрела. Непонятно куда. Мы пошла. Службина, это, кстати, Тауэр. 17-11 стал счет по товарам. По товарам счет 4-1. 4-2. Да, нет, 4-3. Здесь же в самом начале игры тоже убили. 17-11 преимущества у команды Shift есть, но оно, я бы не сказал, что очень критическое. Они просто очень хорошо проводят драки. В частности, Тайдхантер. Очень хорошие ульты Сундерена. Вообще, согласитесь, последние игры с Тайдхантерами, что я не смотрю, все выглядят очень даже неплохо. То есть, НС сыграл хорошо. Вот мы смотрели Санта, как отжарил на Тайде. И вот сейчас Сундерен все три матча за вот сегодня и вчера. И все Тайдхантеры играют очень плотно и очень неплохо. Нашел Баланар тут ЦМку или ЦМка Баланара. Еще непонятно, зачем тут эта птица висит. Ясно с гемом ЦМка. Нужно быть ей осторожной. Находит она Вард. Ой-ой-ой, нужно быть очень осторожным. Убивает Вард. И все. И уходит. Хорошо, Баланар не решился, конечно, тут за ней лететь. Смысла никакого. И гем выкладывается в птицу и улетает на базу. Вот это контроль. Вот это контроль Блазича. Принес себе гем, разбил Вард. Ну, дальше он, в принципе, не пошел. И птица гем унесла, чтобы, не дай бог, его где-то не потерять. Все же 700 голды для ЦМки. Довольно крупные деньги. Смотрим на Энджела. Что у него по деньгам? 3 600. Думаю, вы понимаете, что это будет Этернал Блэйд. Я думаю, вряд ли это будет Баттерфляй. Хотя, что угодно может соврать Энджел. Это такой паренек. У него разные бывают и тембилды, и проблемы тут сейчас будут в этой ЦМочке. У нее уже огромные проблемы. Будет ли сейв? Находит Вингут Тайтхантер. Находит Вингут Тайтхантер. Есть инфа. Есть инфа, что внизу много. Есть инфа, что внизу много. Наверху вы видите, убивает Тавер, Клакверк и Патма. А здесь ЦМка спасается и будет лететь за ней Баланар. Побежал, побежал. Нет. Вот это фейл. Вы смотрите, они не ловят никого. Забирают на низу Тавер. Даже еще не забрали. Сейчас только заберут. А команда Шифт уже заходит на Хайграунд. Есть ли там ТП? У Лича есть. У Некролита есть. Забирает один Тауэр здесь на деппе. Одна Виндранерка летит. 1, 2, 3, 4 ТП. Размен Тауэр Тир-1 на Тауэр Тир-2 произошел. И дали зайти на Хайграунд Шифт там. ЦМку такие убили. Таким массив ее догнал. Стан прилетел еще под мувы. Смотрите, Тайт дультует по двоим. Ну, понятно, что Винге здесь в тапке. Винга пытается еще уйти. Стопят Баланара. Нет, Баланар еще бьет Сундерена. Прилетает Энджел. И Клокверк догоняет его. Мигель даблкилл. Хорошо сыграл Мигель. Клокверк с Тайдом становится какой-то новый имбой. Неплохо. Напомню всем, кто только подключился. Это матч первого раунда. Farm for Fame 3-1. Играют команды Шифт из Дании и Фейл Микро из Ливана. Это игра 1-8 финала. Победитель этой пары попадает на команду Митю Мейкерс в 1-4 финала. На сегодня это третий матч. После этого мы посмотрим еще одну игру. Дальше мы возьмем маленькую паузу. И уже на вечерние стримы я вернусь на матчи ТР против НГ, если он будет. И на ДТС против Global Challengers. Конечно же, такой большой сегодня стримерский день. И он не последний на этой неделе. Завтра-завтра также матч. Завтра ДТС против НЕ. Игра против Датчан на Госукапе. А также мы посмотрим записи еще. Сегодня четыре игры Farm for Fame. И пятая это ДТС. А завтра мы посмотрим оставшихся три игры Farm for Fame первого раунда. Ну и собственно, игру ДТС против НЕ. Вообще, Farm for Fame, вы знаете, я изначально очень любил этот турнир. Еще с первого его самого сезона. Поэтому я буду пытаться максимально возможное количество игр. Возможно, если даже получится, то абсолютно все попытаться записать и выложить на YouTube, чтобы вы смогли в HD quality посмотреть эти игры. Я надеюсь, вы уже привыкли к формату 16 на день. Все же большинство вайт-скрин-мониторы. И смотреть очень и очень неудобно. Тайтхантер с даггером. Поэтому вводов будет появляться все больше и больше. Возможности интернета, компьютера очень хорошие. Записывать можно спокойно. Цемочка тут опять нашла варды с гемом. Убила их. Кура висит, по-прежнему ждет. 19 на 12 счет. 29 минута игры. Ну и у FM сейчас немножечко начинают быть проблемы огромные. Потому что пайп есть, конечно, у Некролита. Но где у нас Морф, где у нас Морф? Не могу я что-то его найти на мини-карте. А на базе он... Да, Eternal Blade готовый уже у Энджела. И сейчас он будет просто испепелять соперника. Вот я уже хочу посмотреть на его первый врыв, например, на Винрандерку. Которая умрет просто за полторы секунды Лича. Но Лич в принципе нет. Винрандер и Винга умирают за полторы секунды. Лич в принципе нужно еще один станчик. Ну и сейчас первая битва. Я буду даже следить специально за Энджелом. Как он сейчас будет избивать этих ливанцев. Да, вчерашнюю игру Na'Vi я уже простримил. Вот появится буквально через час на Ютубе. Ссылка, конечно, будет на главные про доты. Это я вам гарантирую. Смотрите, Винга как далеко зашла. И вот, оп, рассказ. Иди сюда. Минус Виндрандер. И уходит, уходит Энджел спокойно. Прячется. Тайд ультует с Даггера по троим. Пошла драка. Сюда ночь включил. Баланар Мигель пытается спрятаться. Но он в инвизе. Энджел врывается. Минус Винга. Ой-ой-ой-ой. Минус 2. Ловят Лича. Лича тоже сейчас убьют. ЦМка здесь ультанула. Сама тоже убирает. Мега килл Энджел. Трипл килл. Продолжает он нарезать. Некролит здесь остался и Баланар. И рассказ на этот раз. В Некролита ультра килл Энджел. Баланар уходит. Ультом не попал. Здесь Мигель ловят Баланара. Ночь штучная сейчас закончится. Вэлл Плейт пишет. У нас Некролит. Конечно, как я и предполагал. Энджел покупает то, что ему нужно. И просто испепеляет соперника. 20-3 на 13. И команда Фэйл Микро уже, наверное, понимает, что тут попахивает жареным. ТП кто-то делает сюда. Ночь закончилась. Стрела сильно рано дает Ризе. Отскакивает Тайт. И прилетела еще одна ракета сюда. От Клакверка. Смотрим дальше на этого шизунутого морфа. Энджел играет, конечно, супер. Как в пабе. Просто нафармил нереальное количество денег. Ну, как бы 30-ая минута. Линка. Этернал Блейд. 2100 голды. ПТ Базила. Как бы очень даже неплохо. Учитывая, что это фармфофейм. Ну и смотрите. Сейчас будет еще. Еще одна попытка убить с раскаста. Линдранерку. Вот так. Просто все. Даже без Вейва можно было убивать. Даже без Вейва. И Джи Джи пишет Слуш. Ливает из игры. Все ливают. Ну что. Шифты. За счет очень четкой игры. За счет хорошего фарма в исполнении Энджела. Который закончил со статом 9-1. Мигель 6-2. Ну. Лидеры два своей команды. Сундерен. Очень классная игра на Тайтхантере. Команда Шифт выходит в четверть финал. Фармфофейма. И присоединяется уже вышедшим туда командам Натус Винсеры. Лост ЕУ. Это собственно те игры, которые мы застримили. Сейчас останется у нас на сегодня последняя игра. Из вчерашних это Эстуртл против Фирз Еспортс. Вечером. Вечером будет ДТС против Глобал Челленджер. 23.00 по Москве. Ну и завтра. Завтра буду писать вводы. Начиная тоже с 3 часов дня по Москве. Я буду транслировать матчи ТР против The Germans. Друидз Еспортс против Team Gosu Gamers. Мит Юмейкерс против Soul Gaming EU. Это будет завтра. Ну и завтрашний вечер мы закончим игрой между командами ДТС и НЕ. Сейчас маленькая пауза и подключимся на матч Эстуртл против Фирз Еспортс. Субтитры сделал DimaTorzok